По традиции, первое слово, пожалуйста. Стой, Сергей Иванович, пожалуйста. У меня так, в принципе, коротко, невыразительный первый период. И слабый играл обороны. Это мало. Умора хорошие, атаки были. Игра хорошая, держа решаем. Простая, по-моему, все упустили. Повторился. Первый период, ну, Кузнецкин, а потом, вроде, выиграли. Выравнили положение. Поменяли чуть в тактике. Ну, а у меня, первое, что... Извините перед болельщиками за такую игру. Это непозволительно, я считаю, что так играть дома. И очень много причем здесь, что выполнение игрового задания. Особенно с иностранцами. Регионеры, которые у нас сейчас находятся в команде, так играть не имеют права. Ну, и плюс еще сегодня устроили ее мушкетерски. Какой-то хоккей. Плюшки выше головы поставили. Мы удалялись. Клубили по заднице. Пожалуйста, вопрос. Александр Головков, вопрос Андрей Николешин. Можете, пожалуйста, объяснить, появление не стало Катсубы в первом звене. Может быть, и Ло играет, и Ло играет, и Ло красный, и Геннер Геннер. У нас нет первого, второго, третьего, четвертого звена. И вы, по-моему, уже не первый раз этот вопрос задаете. Не знаю. Сколько раз вам повторить. Мы не делим звенья на первый, второй, третий. Появление Катсубы в звене с иностранцами. Но место в составе нужно заслужить любому игроку. Если он там, значит, он и не заслужит. Юхумецово, как стоит на игре? На игре или где? На игре, да. Ну, не знаю. Посмотрим. Как будет работать. То есть он не проходит в составе? Да. Не просто так. Будет работать, будет доказывать. Подписание контракта не гарантирует место в составе. Да. Как это устроит? Здравствуйте. Андрей Васильевич, почему вы сменили Печушского? Ну, потому что, во-первых, как я считаю, он не очень уверенно играл. Не скажу, что там его голы были. Ну, не уверен. Была нервозность какая-то в его действиях. Поэтому решили это. Еще вопросы? Спасибо. Ахем! Продолжение следует...